продолжаем то что обсудили вопрос я хочу чтобы меня поняли правильно я говори не о том что смешение белый желтый и черный это хорошо я говорил о том что имея ли место такие события то есть для белого для белого представь белый с его энергонова 16 каналами ему нам воспроизводить что 16 канал то есть смешение женщинами других народов для него потомство уже будет деградируемое то есть вырождаемая но для тех же травидов и ногах индий представьте они были 6 потом смешение создала у них под вид 8 потом под вид 10 и потом под вид 12 то есть для них это хорошо каком смысле они улучшают свою породу то есть я понимаю если бы белый мужчина женился на какой-то женщине в результате у него бы дети были 32 энергоновых канала это конечно было бы очень даже хорошо то есть для увеличения как бы породы человечество то есть в этом смысле то есть поэтому вспомните я несколько раз приводил вам пример человек неделю вкалывал по две смены заработал кучу денег встретил одноклассницу купил подарок с точки зрения отношения его к однокласснице которую долго не видел он сделал доброе дело с точки зрения отношения к своей семье он поступил плохо его семья не видела неделю и в результате что она неполное количество средств для проживания семьи получил потому что он сделал дорогой подарок то есть здесь идет рассматривание не с одной точки зрения с одной стороны это плохо для белых другой стороны это хорошо было для кого для черных которые светлели 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 и превратились в подвид индусов но заметьте основные основные у нас 6 чернокожие народы 9 краснокожие народы 10 серые народы дальше 12 желтые народы они все по энергоновым каналам ниже белых народов они ниже вот это вот это вот это 12 и вот это 12 это не одно это как выведены под видит а это естественный вид то есть но у них одинаковые 12 энергоновая система но но они смотрят на белых как на систему которая как бы не достигаем то есть но при этом не достигаемое на данный момент но улучшение своей породы путем допустим смешение 12 и 16 16 плюс 12 у нас получается 28 то есть как бы 14 так улучшится порода улучшится улучшится дальше и по лице по 9 опять белыми 14 плюс 16 30 то есть по ответственно у нас здесь получается 15 16 плюс 15 31 то есть как бы 15 и 1 вторая то есть равно как бы стремление достижения почти такого же уровня как белые но почти белые это все равно не белые даже 15 с половиной прибавить 16 у нас получается что 31 с половиной и там все равно как мы говорим 99 и 9 десяток но это не есть 100 процентов поэтому даже путем селекционного отбора увеличение смешения белых желтыми не достигается система получения нового белого поэтому цель какая может быть у данных но вот эти я их обведу они как бы не в счет потому что их почти уничтожили их остались будем говорить и размыты а чистых краснокожих индейцев их осталось очень 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 мало то есть можно так сказать из численности человека может один на тысячу или на десять тысяч или на сто тысяч населения планеты один человек краснокожий поэтому они как бы живут в своем мирку своей резервации но цель вот это трое черные серые желтые видя достижения белых их уровень развития их цель если невозможно путем генетического скрещения и генной инженерии достичь уровня 16 значит как они могут подняться выше либо уничтожить либо второй путь достичь того чтобы белые деградировали в 15 14 13 12 10 и дальше и опустить ниже уровня 6 поэтому представитель десяти вечных аллейба давыдович бронштейн говорил мы должны уничтожить 90 процентов белого населения российской империи для того чтобы для оставшихся 10 процентов создать такой кровавый деспотичный режим что все для белых рабов оставшихся что все тираны прошлого содрогнулись бы от ужаса то есть и что они начали вводить систему генетического нарушения это мы имеем ввиду генетический эксперимент под названием христианизация о котором мы уже разговаривали когда отсекали от родителей ребенка путем обряда ответственность вкладывали на своего бога плюс мы знаем обряд причастие спиртное то есть тоже воздействует почему у нас как бы употребление спиртного не запрещено но и не приветствуется то есть ну просто не употребляю и не пили никогда славяне не водки не коньяка не вин это все притащили кто как раньше не говорили евреи говорили греки притащили то есть сами пили разбавленное вино по славянским князьям наливали чистое и потом принцип обогащение торговая точка шинок или кабак человек приходил туда тоже вино уже брагу добавлялись всевозможные добавки чтобы увеличить крепость врага человек напивался его болит голова он говорит похмелись и все пройдет то есть небольшой дой а он уже будем говорить все против все деньги знать что он нес и вещи которые брали за бесценок и давали ему что как бы допинг и человек то есть белого человека с кем можно сравнить без обиды можно сравнить щупчей у которого нету иммунитета против спиртного стоять чупчей или якуту один раз выпить огненной воды как он уже на всю жизнь остался алкоголик я образно говорю это он то есть какое-то противоборство в организме есть потому что любой организм даже белого человека он сам вырабатывает алкалоиды которые помогают пищеварению поэтому что спиртное его заметь когда люди начинают отказываться ну период военного коммунизма там пили все кому не лень потом сталинский сухой закон николай второй сухой закон не пили стране что повышен повысилась рождаемость когда николай второй вел сухой закон кстати финляндия у которой сухой закон там тоже рождаемость начала повышаться демографическое потому что там спевались и грубо говоря потомство здорового полноценного уже не наблюдалось поэтому финское правительство и ввело понятие сухой закон то же самое вводилось и в других странах ну америка мы помним 30-е годы сухой закон тоже чтобы деградацию как бы снять но но заметьте иногда сухой закон вводили специально то есть людей как бы приучали спиртному и потом как бы ограничивали а тяга оставалась и люди вспомним горбачевский сухой закон начинали пить что одеколон стеклоочиститель даже дихлофос два пшика на кружку пива как мужики клей бф то есть всякий суррогат при этом под видом борьбы в закон со спиртным уничтожались виноградники а вы заметьте почему их уничтожали не потому что вино из них делают а потому что человек даже в древние времена когда вот допустим в греции время перепил на гулянке чтобы прийти в чувство ему достаточно было съесть грозь винограда виноградный сок он как бы выводил человека из состояния алкогольной зависимости а все немцы то есть он снимал а виноградники вырубили и чем человек будет восстанавливать многие спасались гранатовым соком но гранатовый сок убрали многие вишневым соком так как он обновляет и очищает кровь тоже убрали из продажи и люди что начали пить всякую гадость и исследования которые проводили о вреде алкоголя допустим национал социалистической германии то есть они показывали следующее исследование проводил так генрих фон бунгес то есть как бы таблицу себе составит так сейчас я скажу но это где-то 30-е годы потому что их дано это все сороковом то есть это вот если фон бунгеса в области влияния алкоголя на потомство то есть вот здесь напишем употребление алкоголя отцом то есть здесь нерегулярная здесь регулярная и когда отец был алкоголем здесь больного алкоголизма алкоголизм вот это все на на 100 отцов на 100 отцов приходилось да 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 то есть это чисто у германских народов народов европы то есть он брал не только германию он брал данию скандинавию швецию финляндию польшу то есть среди белых народов здесь мы пишем туберкулезных детей здесь душевно больных детей то есть когда употребление употребление отцом алкоголя было нерегулярно нерегулярно на 100 отцов приходилось 6 и 4 десятых вот на 100 отцов 6 и 4 десятых туберкулезных детей и 4 3 десятых душевно больных то есть когда нерегулярно ну как сейчас говорят пьющее по праздникам вот там торжество какое-то и прочее это в количестве да 6 детей в среднем да 6 и 4 десятых плюс 4 и 3 десятых и того у нас получается 10,7 на 100 отцов это нерегулярная да да дальше при регулярном употреблении то есть праздник не праздник знаете 100 150 перед завтраком перед обедом перед ужином там застолье на работе и прочее на 100 отцов уже приходилось 17 целых одна десятая и 11 целых одна десятая то есть 28 и 2 десятых на 100 то есть 28 процентов грубо говоря детей это уже туберкулезные и душевно больные а у алкоголиков у алкоголиков у алкоголиков туберкалию детей больных туберкулезом 24 и 2 десятых и душевно больных 22 и 2 десятых это на каждые 100 отцов видите я даже специально красный это у алкоголиков грубо говоря почти почти 50 процентов детей поэтому закон о расовой гигиене о расовой гигиене по-моему 35 года и гласил по стерилизации не только детей душевно больных что потомство не было но и алкоголиков родить чтобы не платили и отцов и матерей там же здесь же и на отцов но это же влияет на женщин то есть алкоголь он влияет первую очередь на изменение наследства наследственность то есть наследственно обусловленные изменения называются изменениями наследственность наблюдавшиеся до сих пор изменения наследственности у людей носили преимущественно неблагоприятный характер почти всегда это дефекты развития которые проявившись однажды передавались дальше по наследству всякое вновь проявившееся изменение наследственность имеет своей причиной предшествию деформацию наследственности на сегодняшний день то есть а это писалось еще будем говорить 30-е годы известно уже несколько яда показывающих вредоносное влияние на половые железы вплоть до их мутации такое воздействие а также воздействие на развитие самих зародышев называются зародышевым повреждения способны ли эти яды необратимо изменять также и саму наследственность пока не я результаты воздействия алкоголя и на потомство поистине поистине ужасающих достаточно посмотреть на детей пьяниц чтобы убедиться в этом как часто бывает они поражены уродствами и болезнями физического и душевного характера при этом не следует забывать что склонны к употреблению алкоголя человек уже сам по себе обладает ослабленными наследственными зачатками ой задатками столь же велики страдания потомство венери и через больных к наиболее печально известным заболеванием такого рода относится к сифилис но мнение что этот бит человечества передается по наследству ошибочно есть только один врожденный сифилис то что передается зародышу но треть таких детей умирает еще не родившись четверть не доживает до шестинедельного возраста остальные всю жизнь страдают тяжелейшими поражениями тканей и другими заболеваниями часто дети больных сифилисом родители бывают глухонемыми благоприятного изменения наследственности у человека усиливается за счет того что подобные изменения зачастую наследуются скрытно и выходят на свет лишь через много поколений в качестве примера можно назвать заболевание крови оно проявляется только у потомков мужчин даже при незначительных повреждениях то есть прорезывание зубов это заболевание вызывает продолжительное кровотечение которое нередко приводит к смертельному исходу многочисленные ранние европейские династии внутри которых имели место родственные браки теряли из-за болезни крови практически всех наследников по мужской линии то есть достаточно вспомнить царевича Алексея сына Николая то есть это у нас влияние будем говорить алкоголя дальше возвращаясь к тому что вот мы разбирали как создавалось в прошлом расовое смешение то есть и здесь как бы продолжается смешение с чужеродной жизненной системой то есть видом противоестественным то есть в чем это выражается то есть многие говорят ну вот селекционер же воет новые гибриды да но заметьте метисы лишены физической и душевной гармонии в результате каждого смешения получается расовый гибрид расовое смешение означает постепенное угасание более высокой во видах расы а значит и стопроцентную утрату народам своего своеобразия то есть генотипа сама история бесстрастно демонстрирует нам трагические последствия такого смешения в того момента когда народ теряет свое расовое самосознание начинается упадок его традиции духовности и культуры это мы можем видеть не только национал социалистической германии где это писалось но и сейчас у нас заметьте показывают миллионы беспризорных детей родители которых пьют дети деградирующие умственно отсталые многие и они выброшены на улицу и эти дети им уже плевать на расовую чистоту на идеалы державы на ее традицию культуру наследие язык то есть они живут уже чужеродными западными ценностями которые им дают поэтому здесь правильно говорится с того момента когда народ теряет свое расовое самосознание начинается упадок его традиции духовности и культуры благоприятным смешение может быть лишь в случаях воссоединение родственных видов расы то есть ну допустим немец и швед то есть в пределах одного вида то есть белого или допустим среди вот представитель одного китайского племени и другого китайского племени то есть в одном виде то есть они как бы и не родственники а просто желтокожий народ то есть смешение оно как бы дает новый толчок в развитии или представители одного индейского племени ну допустим севера Америки и юго-северной Америки они создали и как бы их родственники никогда в близко родственных связях не состояли и это как бы благоприятно влияет на потомство величайшие из народов никогда не принадлежали к числу метисов чужеродных рас а напротив отличались тем что преобладающая в них раса в этих народах свое наиболее полное воплощение преобладало смешивающаяся кровь разных народов то есть разных видов и обусловлено этим снижение расового уровня было единственной причиной гибели многих древних цивилизаций поэтому можно просмотреть такую систему вот сейчас все говорят о упадке древних фон бургес фон бургес все 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 так то есть для того чтобы проект не было вот этой вот формы деградации а а было нормальное воспроизводство потомство как бы сохранение мощности кинофонда культурности наследия и прочее необходимо помнить следующее это понимали и раньше огромное значение для расы и любого народа имеет его плодовитость когда две расы живут рядом или вообще вместе и имеют при этом не одинаковый прирост своей численности то народ с меньшим приростом уже через считанные поколения будет обречен на гибель которая будет ускорена присутствием более плодовитой системы это мы видим заметьте простой пример ну взять омск ну грубо говоря если вот так вот брать три четверти населения омска оставляли называемые белые народы сюда можно отнести как бы вот это вот это у нас относится представители татар сибирцев яме ну которых сейчас называют татар то есть они не татар а сибирцы а это представители кыргызак айсаков или как сейчас говорят казахи да желтые и будем говорить тюркские но заметь что происходит дальше нормальная семья как право гласили один два ребенка ну многие говорят три это уже много а четыре уже все четыре пять мать героини отец героин что происходит дальше но данные народы живут хоть и в городе они все равно соблюдают свои родовые законы поэтому к периоду в 30-х 40-х годов система уже была вот так вот это белые народы вот это уже кирпиза кайсаки казахи и вот так уже сибирцы тюрки или как говорят сибирские татары вот так после развала ссср происходит происходит следующая картина то есть официально считается что вовский белых внуков но на самом деле это уже вот так вот это у нас белые народы то есть белые я имею ввиду русские украинцы белорусы поляки финны немцы чехи то есть все белые которые проживают здесь но заметьте тот клин который жили белые у нас заняли и вот такой вот этот клин уже заняли кавказцы ведь я руку как очень много переехала переехала татар уехала в районы мы город разбираем то есть они поехали на землю то есть по сравнению с этим представителей татарского населения то есть сибирца становится меньше многие уехали в татарстан ну как и заметьте но появился казахстан и вот столько у нас уже казахов то есть киргиза кайсадов примерно заметьте почти уже догоняют численность белого населения почему а потому что у них семьях по 10 по 12 детей то есть как бы плодятся и размножаются у нас еще появился клин и вот в этот клин полезли восточные народы восточные народы я имею ввиду корейцы вьетнамцы китайцы якуты не таджеков я вот сюда все до кавказ средней азии это все здесь вьетнамцы лаосы индусы даже то есть все с дальнего востока они все вот сюда ну заметьте они же у нас как бы съели что сколько территории это у нас четверть а здесь большую часть а из-за чего а из-за того что белые не размножающие один-два ребенка и психология психологии им навязываются а зачем нищету кладить то есть средства массовой информации да чем их кормить и прочее а зачем это надо живите для себя и так далее и тому подобное то есть вот к чему ведет помните на прошлом русского если не можем победить мы должны их выразить либо садачи условия чтобы они вымерли как момент и работ даже небольшой разницы уровне средней плотности средней плодовитости достаточно чтобы через некоторое время привести одну из раз катастрофе другую победе то есть поэтому это все зависит все я выкидываю начало века дает на начало века то есть это 1900 год 910 то есть перед первой мировой войной это перед второй мировой войной ну сороковые годы но перед первой мировой перед второй мировой а это у нас третье тысячелетие то есть в общих чертах это можно выразить следующий то есть как бы рассматриваю две группы то есть по 50 процентов то есть и допустим у одной половины населения по двое детей на семью у другой по пять то есть тоже произойдет вот это у нас можно померить здесь два ребенка поколение будет иметь а эти копия вот это мы берем как начало это у нас через несколько поколений то есть 35 лет через 30 лет вот этих будет двадцать восемь с половиной процентов а тех у которого по 5 детей уже будет 71 один с половиной процентов здесь через 60 лет здесь будет четырнадцать и восемь десятых процентов а здесь будет 85 и два десятых процента Через 90 лет Будет 6% А этих 94% Через 150 лет 1% И 99% Вот он, темпы развития То есть, как бы, 2-3 минута по 30 Через 150 То есть, заметьте Это Берется Просто По семьям Не важно каких народов Но мы Кружки нарисовали И можем проводить соответствие Вы заметьте Ну, представьте Это белые народы Это тюркские народы К примеру, одинаково Проходит 30 лет После революции Ну, 17-й, 47-й год У тюрков по 5 детей У белых по 2 Что приводит Белого населения уже меньше Через 60 лет 77-й Тюрков столько Белых столько 90 лет проходит 97-й год Тюрков 94% Белых 6 То есть, на примере Казахстана Это все видно И 150 лет Русские будут всего 1% А остальные будут То есть, на примере И даже того же Казахстана Не то шоу Ясно, да? То есть И вот эти все влияния Они же касаются Не только наших народов Вы заметьте То же самое То же самое Сначала Малочисленные населения Как иммигранты Поселились Те же Представители Черной Африки И Желтой Азии Поселились В том же Лондоне И других английских Городах Как беженцы Но В связи с тем Что англичан 1-2 Но максимум 3 ребенка А у чернокожих 8-10 детей А у желтых Если в Китае Запрещено То там можно И 10-12-15 Проходит 30-60 лет И там уже Не одна квартирка В доме А уже целые Районные Заселенные Мусульманами Либо нерами Которые уже Родились В данной стране Имеют Подданство То есть Граждане И они Начинают Требовать То есть А мы тут Родились А почему С нами Никто не считается Хотя Их предкам Дали Что Возможность Выжить То есть Поселились Но при этом Они не работают Они не Защищают Данную страну Они не Создавали Культуру Данной Державы Но Хотят Пользоваться Например В США Все сидят На Велфере То есть На Пособиях А пособия Это кто Создает Средства Для пособия Белое Население Которое Трудит А цветное Черное Желтое Как бы Старается Этим делом Не заниматься На следующем Уроке Мы Данную Тему Продолжим Продолжим То есть Там Принцип Будем Разбирать Ну а допустим Смотрите Советская система Я сейчас Как бы вкратце Советская система Изменила Систему Российской Империи О вступлении В семейную Жизнь То есть Если Законы Российской Империи Гласили Для женщины Вступление В семейный Союз В 16 лет В некоторых Властях Регионов Губерниях Там 17-18 Мужчина 21 год Имел право После 21 Сотдавать Семью Большевики Ввели 18 лет Но при этом Для Украины По-моему Сделали 17 Возраст Можно А Республики Средней Азии Там Как бы Осталось 16 То есть Сделали 16 Почему Потому что Там Было Замуж Выдавали И в 12 И в 13 И в 14 Им Как бы Порог 16 Сейчас Будем Говорить Нерусские Элементы Не знаю Протащили Или нечели Издумывали Говорят Что пытаются Протащить Или уже Придели Закон Что раз В 14 лет Получает Паспорт Значит И замуж Ну В случае Беременности Может замуж Выходить Тоже с 14 лет То есть Это при том Что детский Организм Еще не Спармировался В эти Искуски Да То есть Поэтому На следующем Уроке Мы будем Дальше Разбирать Вот это Вот Все Законы Рита То есть В соответствии Современными Уже Законами То есть И ранние Браки Будем Рассматривать И поздние Браки И к чему Это приводит И Что из этого Может Получиться То есть Понятно Да На этом Урок Закончен Внимательно Дома Перечитайте То что Вы записали Может Еще И к следующему Уроку Так как Он будет Продолжение Этих Двух У вас Могут Возникнуть Какие-то Еще Дополнительные Вопросы Вопросы Запишите Себе На бумажку А мы Потом Их Еще И в конце Следующего Урока Разберем А на сегодня Продолжение следует Продолжение следует